МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Действие партизан это несметное количество комаров, которые нападают на великана и своими бесчисленными укусами спереди и сзади в конце концов его изнуряет. Враг наступает? Мы отступаем. Враг остановился? Мы тревожим. Враг утомился? Мы бьем. Враг отступает? Мы преследуем". Эти слова известный китайский партизан Мао Цзэдун произнес в 1938 году. Так ли эффективна партизанская война? Что дает нам мировой и отечественный опыт? И о чем говорят рассекреченные документы в российских архивах? 1915 год. 26 ноября организован отряд атамана Пунина, одно из самых известных партизанских формирований Первой мировой войны. Он сражался против немцев на Северном фронте на территории Прибалтики. Сам атаман Леонид Пунин погиб в бою в октябре 1916 года, но отряд оставался на фронте вплоть до февраля 1918. 1943 год. В Советском Союзе учреждена медаль «Партизану Отечественной войны». Несмотря на то, что партизаны действовали с первых месяцев Великой Отечественной, специальные награды для них появились лишь в день окончания Сталинградской битвы. Первым награжденным стал минер Ефим Осипенко за подрыв немецкого эшелона с танками. 1960 год. На Кубе выходит книга под названием «Партизанская война». Ее автор Че Гевара – один из лидеров только что победившей революции. Он обобщил весь свой опыт войны в партизанских частях, описав механику их успешной борьбы, начиная с организации отряда и заканчивая медицинским обслуживанием. Здравствуйте! В эфире «Власть факта» – программа «Об актуальном прошлом». Я Сергей Кудряшов. Сегодня мы поговорим о партизанском движении в истории. У нас в гостях доктор исторических наук Олег Мазохин и доктор истории Матио Суль, научный сотрудник Германского исторического института в Москве. Очень хорошо, казалось бы, изучена тема партизанского движения, но если спросить кого-нибудь на улице, остановить человека, скажем, в России, и спросить его, какие аналогии приходят ему на ум, если задать вопрос, что такое партизаны, каковы аналогии с историей, то, наверное, большинство людей в нашей стране назовет Великую Отечественную войну против нацист Германии или Великую Отечественную войну 12-го года против Наполеона. Но, насколько я понимаю, это явление крайне древнее. Где стоит искать его корни, Матис? Конни надо искать уже давно после. Мы, в принципе, сейчас знаем, что есть, в принципе, скажем так, два источника партизанского движения, я бы больше сказать. Один – это военные спецатриады, которые были подготовлены и тренированы занимаются как, скажем, легкая форма войны или маленькая война, как у нас говорят. И другая – это уже поставческая организация, это, например, первые восстания рабы. То есть из местного населения имеется? Да, из местного населения или из населения, которые тоже попали под оккупацию. Это тоже явление уже, скажем так, древнее время. И, например, первое сведение о партизанских движениях уже найдется у скифов. И самое главное в партизанской войне – это что один очень, в принципе, на бумаге, очень хорошо подготовленный, многочисленный армия не состояние успокоить район, где действуют партизаны. Ну, в этом смысле, наверное, своеобразным примером может служить, наверное, татаро-монгольское нашествие. Да, здесь, наверное, опыт русских городов, наверное, тактика против действия татар – тоже своеобразная партизанская война. Нет, Олег? Ну, дело в том, что само партизанское движение постоянно трансформировалось. То есть, например, нет такого четкого понятия, что такое партизанское движение. Ведь если взять первоисточники, то получается так, что при наступлении Наполеона в подходе на Москву население не было активизировано до такой степени, что с вилами действительно шло громить французов. Это было вследствие того, значит, впоследствии, что были сформированы несколько отрядов по указанию Кутузова, которые были направлены на, значит, коммуникации, которые снабжали наполеоновскую армию, и там совершали свои набеги на обозы, значит, и в данном случае их поддержало население. То есть это, получается, военизированные... То есть, получается, синхронные действия? С поддержкой населения, с поддержкой вооруженных сил. Население в основном беспокоилось о собственной безопасности. Они сидели в своих селах, не пускали там французов для того, чтобы их не грабили, не убивали. Это одна сторона этой, как говорится, проблемы. Другая сторона, когда они видели, что организовано сопротивление уже войск, тогда они активно бросились помогать. То есть это как бы получалось вокруг военизированных отрядов, которые были... Кстати, вот герой, там, Денис Давыдов, там это общеизвестное, вокруг этих отрядов формировались такие же отряды, но уже из местного населения. И это как бы движение разрасталось. 2 сентября 1812 года маленький партизанский отряд под командованием подполковника Ахтырского гусарского полка Дениса Давыдова подъехал к Цареву Займичью, где, по данным разведки, располагался обоз неприятеля с 250-ю сопровождающими. Мы застали французов врасплох. У страха глаза велики, и страх не разлучен с беспорядком. Все рассыпались при нашем появлении, иных мы захватили в плен не только без оружия, но даже без одежды. Сей наезд доставил нам 120 пленных, 10 фур с провиантом и одну с патронами. Остальные французы разбежались кто куда. Денис Давыдов праздновал еще одну маленькую победу. За две недели до этого рейда, накануне битвы у Бородина, он упросил князя Петра Ивановича Багратиона ходатайствовать перед Кутузовым о разрешении создать партизанский отряд. Французские войска были растянуты по России на тысячу километров. И Давыдов предложил наносить удары по неприятелю на всем протяжении этой непомерно растянутой цепи в местах наименьшего скопления войск. Давыдов просил 200 гусар и тысячу казаков. Но в итоге пустился в путь с отрядом из 130 человек. Провожая, некоторые генералы напутствовали его шуткой. Вот посмотрим, пойдешь ли ты в другой раз партизанить. В Давыдове видели Остряка, Кутилу, Поэта, в общем, человека несерьезного. Отправляясь на партизанскую войну с таким маленьким числом людей, он и сам не слишком был уверен в результате. Но путь был только один – доказать Кутузову, что партизанские рейды принесут успех, и тогда можно надеяться на пополнение отряда. Ни у Дениса Давыдова, ни у кого-либо другого в русской армии не было опыта ведения партизанской войны. Но здравый смысл подсказывал, что нужно действовать, сообща с местным населением. Сначала крестьяне принимали одетых в форму русских гусар за французов. К тому же многие из них между собой по привычке говорили на французском языке. Несколько раз в отряд Давыдова летели топоры. Тогда он отдал команду всем переодеться в крестьянское платье, отрастить бороды и говорить только по-русски. Всюду по пути следования Давыдов разъяснял старостам, как уничтожать врага хитростью, а с дворянами договаривался о создании ополчения. К партизанскому отряду присоединялись освобожденные им пленные и отставшие от русского войска казацкие полки. На дороге между Гжатском и Вязьмой в первой половине сентября 1812 года отряд Давыдова совершал налеты на врага, приводя внезапными атаками в ужас расположившихся на отдых французов. Французское командование решило покончить с партизанами. Был создан отряд из двух тысяч военных, который получил приказ разгромить летучие войска и взять командира живым. Получив это известие, Давыдов составил план нападения на отдельные части этой миссии и уже через неделю взял в плен 900 с лишним солдат, 15 офицеров, 6 артиллерийских орудий и 40 провианских фур. Донесения об успешных рейдах Давыдова убедили Кутузова развить партизанское движение. После отступления из Москвы главнокомандующий отрядил партизанские отряды для диверсий на всех направлениях. Обычно численность такого партизанского образования не превышала 500 человек. Факты партизанского движения можно найти в любой войне в истории Европы и мира. Когда военная мысль начинает осмыслить это теоретически, когда появляются взгляды на партизанское движение, как на своеобразную форму и методы ведения войны? Ну, это как раз война 12-го года. То есть все остальное – это мелкие конфликты. Какую бы страну ни взять, все равно из-за своей территории, из-за вовлечения масс, это ни в какое сравнение не идет с войной 12-го года. И после того, как действительно этот опыт был использован, и стали появляться работы, которые были нацелены на то, что в тылу противника на своей территории можно успешно воевать. Насколько я знаю, спорадические акты против, скажем, Наполеона, они возникали в Европе, но с таким массовым партизанским движением он столкнулся только в России. И это было, в общем-то, неожиданно. Или все-таки… Нет, это, в принципе, не такое явление. Не, ну массовое было в России, но это было и в других странах. В Германии тоже. А вот это сопротивление в Германии, о котором вы говорите, матерец, оно было успешным или его подавил Наполеон? Ну, 9-е годы, конечно, не были успешны, потому что не создавалась широкая база, это была просто попытка, а уже в 18-е и 13-е годы это уже были успешны, потому что потом эти партизанские отряды тоже вошли в состав пульской армии. И тоже нельзя забывать о сопротивлении против Наполеона Австрии, этого знаменитого Андрея Суфа, и, конечно, Испания, где действовали тоже очень успешно против наполеонских войск, которые себе там тоже чувствовали не очень комфортно, можно так сказать. И, в принципе, это действительно показывает, что это было движение в оккупационных территориях, которые не были довольны властью Наполеона. Ну, не секрет, что под воздействием советской пропаганды и того, что было написано о партизанах, колоссальная литература, было много разнообразных стереотипов. На волне 90-х годов появились другие стереотипы, и здесь сейчас можно встретить любые мнения о советском партизанском движении в годы Великой Отечественной войны. Ну, начнем вот с чего. Вы, Олег, готовите специальный сборник документов из архива президента, где рассекречены новые материалы о партизанском движении. Ну, раз они так долго были секретными, то тогда вот вопрос к вам. А что эти новые материалы дают нам для понимания партизанского движения в годы Великой Отечественной войны? А дело в том, что туда, в этот сборник, войдут документы, которые отражают деятельность Центрального штаба партизанского движения. Это подлинники документов, где резолюции высших руководителей государства, в том числе и Сталина. То есть это те материалы, которые получал лично Сталин? Да, непосредственно он. Поэтому, отталкиваясь уже от резолюции, как он видел это партизанское движение, на что он как бы надеялся, можно, или рассчитывал в ходе Великой Отечественной войны на эти подразделения, это все будет отражено. То есть с его пометками, с его резолюциями. То есть это как бы важно. Важно еще второй момент, что очень часто историки не знали количество партизанских отрядов и сколько человек участвовало в этом партизанском движении. В каждый конкретный период войны, да? Да. Дело в том, что в начальной, соответственно, меньше, потом, как вот Матя сказал, по мере побед советской армии, это, как говорится, в Великой Отечественной войне, вот, население уже, у них отходило такой принцип ожидания, как бы что, чего не получилось там вот, и они стали активно включаться в это партизанское движение. Создавали самостийно свои отряды. Одно время там, ну, это в первоначальный период, их называли дикими, которые выливались затем в партизанские соединения, которые действовали в тылу врага, под руководством, ну, естественно, ВКПБ, НКВД. Матис, вот вы, немецкий историк, давно изучаете Вторую мировую войну. Принципиально важный вопрос, скажем, о партизанском движении давно было известно и в России, да, и в XIX веке. И готовя наступление на Россию, немецкие штабисты не могли не предполагать, что нечто подобное возникнет. А такое ощущение, что как бы частично оно застало врасплох, а потом им нацисты воспользовались, чтобы очищать целые территории. Это как вот здесь понять? Что, с одной стороны, неподготовленность, и затем реакция достаточно расовая, да, негативная реакция на партизанское движение, или здесь просто клубок каких-то вот... Или это, скажем, продукт Блицкрига, да, быстрой войны, когда никто и не думал, что нечто подобное возникнет? Ну, я не думаю, что никто не думает, что такой водопоиск не... Не появится. Не появится. Потому что уже из первых, скажем так, приказов Верховного командования ясно, что будет партизанское движение, и немецкие солдаты получают очень жестокие приказы, как с этим справиться. Потому что будет написано, что партизаны на советском территории не будут судить по военным правилам. Их можно расстрелять сразу на месте. Это уже, так называются, крик с Аляспуфе. Он еще перед... То есть еще до нападения. До нападения на Советский Союз уже будет ясно, будет партизанская война, и мы будем действовать очень жестко. Но это нарушение военных норм в любом уже случае. То есть заранее шли на... Издавали преступные приказы. Да. Заранее готовились. Заранее было ясно. Мы будем партизаны истребить. Мы их не будем там арестовать, мы их не будем... Им не будет посвящен статус военнопленного. Их надо сразу расстрелять на место. Но мы должны действовать очень жестко, потому что, в принципе, по немецкого расстройства теория, они считали, что большинство партизанов, это, конечно, должны быть евреи, потому что это коммунисты, это чекисты. Это обязательно связано с евреем. И поэтому сразу начинает такая расовая война. И тоже, кто поддерживает этих партизанов, это тоже враги, скажем так, немецкого порядка. Их тоже сразу попадет в противе этих антипартизанских движений. 31 октября 1941 года в Москве на Чистопрудном бульваре возле кинотеатра Колизей собралась огромная толпа юношей и девушек, желавших пойти на фронт. Все они с первого дня войны обивали пороги военкоматов, но им отказывали, поскольку этим добровольцам еще не исполнилось 18 лет. Теперь у них появился шанс. Наверху было принято решение готовить молодежь для работы в тылу врага. 13 июля в газете «Правда» было опубликовано распоряжение Сталина об организации в занятых врагом районах партизанских отрядов для борьбы с частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной связи. Среди принятых на краткосрочные курсы была вчерашняя школьница, подпольное имя которой Таня через три месяца стала известна всей стране. Она была казнена фашистами, так и не узнав, что той же осенью в партизанском отряде на Украине погиб ее единственный настоящий друг, с которым она познакомилась в больнице зимой 40-го года. Им был известный советский писатель Аркадий Гайдар. Работая военным корреспондентом на Юго-Западном фронте, он оказался в Прохоровском лесу вместе с партизанами. Министерство обороны несколько раз настойчиво предлагало писателю самолет, чтобы вывезти его на большую землю, но он отказался, не хотел бросать боевых товарищей. 26 октября Гайдар пошел в разведку с отрядом из четырех партизан. Они наткнулись на немцев. Гайдар погиб, вызвав огонь на себя. Первые партизанские отряды, начавшие действовать сразу же после гитлеровского вторжения, были большой неожиданностью для противника. Пленные немцы на допросах жаловались, что русские воюют не по правилам. Роют волчьи ямы, куда попадают немецкие танки, натягивают поперек дороги стальные тросы для мотоциклов, похищают людей. Страх перед партизанами нервирует немецких солдат, создает панику и давку в момент нападения. Совинформбюро, начиная с 8 июля 41-го года, публиковало сводки с фронта партизанской войны. Как правило, отряды возглавляли партийные деятели, но иногда это были обычные местные жители. В Смоленской области человек по имени Тет командовал отрядом, уничтожившим за первый месяц войны семь немецких танков, группу вражеских мотоциклистов, телефонные и телеграфные провода на большом расстоянии. 10 июля в Белоруссии партизаны взорвали лесной аэродром с пятью самолетами, запасом горючего и складами боеприпасов. 29 августа партизаны устроили засаду возле города Луга в Ленинградской области. Увидев приближающихся немецких мотоциклистов, они выпустили на дорогу несколько поросят и кур. Вражеские солдаты бросились за добычей и были уничтожены. Всего в этом районе до наступления зимы партизаны уничтожили 900 солдат, 7 самолетов, 22 танка, 85 грузовых машин. 17 ноября вышел приказ верховного главнокомандующего сжечь дотла все населенные пункты на 30 километров вправо и влево от дорог, чтобы выгнать германскую армию на холод в поле. В одной из групп на задание вышла та самая девушка, которая всего месяц тому назад стояла в очереди добровольцев на чистых прудах. Закончив короткие курсы диверсионно-разведывательной школы, она была отправлена в русский район Московской области. Группе удалось совершить несколько поджогов, но их выдали. На допросе она назвалась Таней. Девушку пытали, потом повесили, и еще целый месяц немецкие солдаты издевались над трупом, поджигали и отрезали части тела. Историю партизанки Тани опубликовала газета «Правда». Писатель Лидов узнал о ее подвиге от пожилого крестьянина, который был потрясен мужеством девушки. Ее вешали, а она призывала нас бороться с фашистами. Грозила им, всех нас не убьете, Советский Союз непобедим. Позже стало известно ее настоящее имя. Зоя Космодемьянская. На оккупированных территориях жители уходили в леса целыми семьями. Далеко не все имели военную подготовку, не было средств связи с центром. 8 ноября 1941 года через связного в партизанский отряд, действовавший в брянских лесах, попал свежий номер «Правда». И только так партизаны узнали, что Москва не взята, как об этом написано в немецких листовках. Только к началу 1942 года партизанские отряды были укреплены кадровыми военными, подготовленными радистами. В леса забрасывали даже типографское оборудование для выпуска партизанских газет и листовок. Так население оповещали о действиях партизан, которые даже в одиночку наносили огромный урон врагам. 6 марта 1942 года Геббельс записал в своем дневнике опасность со стороны партизан растет с каждой неделей. Партизаны безраздельно господствуют над обширными районами оккупированной России. Они установили там режим террора. Правильно ли я понимаю, что вот эти все антипартизанские движения, так называемые, ну, немцы потом даже изменили это название, что специальный был указ Гиммлера, да, приказ Гиммлера, что нельзя называть, и Гитлера, да, нельзя называть партизан партизанами, это бандиты, то есть это вот, во-первых, всегда только бандиты, и что эти так называемые антипартизанские, антибандитские операции, на деле это стандартные расовые преступные операции против, в том числе, местного населения. Да, совершенно верно, потому что, конечно, немцы поняли, что партизан не может действовать без местного населения, и поэтому местное население тоже сразу становится враг немецкого оппозиционного фляжа. И поэтому и атриарды Вермахта, и атриарды СС, и коллаборационеры, они все будут, в принципе, использовать, чтобы бороться против партизанов. И мы действительно, например, видим какие-то там сведения о инзацкопе или как командно, они пишут, мы захватили там 20 винтовки, 3 пулемета, а одновременно убили 2500 людей. Понятно, что это не может быть столько. И насколько я знаю, что в плен партизан как раз не брали до весны, по-моему, 43-го года, что их просто расстрелили на месте. Олег, важный вопрос. Известно вот по документам, что Советский Союз заранее готовился к войне, где будет использоваться партизанское движение, и даже создавались базы для будущего партизанского движения. Тогда как это корреспондируется вот с той идеей, что будем воевать на всегда территории, на чужой территории? То есть, с одной стороны, готовим базы для партизан в стране, а с другой стороны, теория, что будем воевать всегда с врагом на его территории. Ну, эта теория возникла несколько позже. А, то есть, это позже. В начале, да, ну, 27-й там... Тогда осознание базы, это какое время? Значит, в основном они где-то вот начали создаваться с 27-го года. Как раз тогда считалось, что, в принципе, это в преддверии войны с Великобританией... И Польшей. И Польшей, но в основном с Великобританией как бы была нацелена. Вот. Наша армия должна готовиться к войне. Сил для наступления в тот период, естественно, никаких не было. Ясно, что никакой наступательной войны Советский Союз вести не сможет, просто не в состоянии. Значит, с учетом того, что в 37-м году поменялась концепция, что войну на своей территории мы будем вести, будем вести эту войну на территории тех государств, которые нападут на нас, у нас достаточно сил для того, чтобы организовать наступление. Вот. Данная концепция изменилась. Но изменилась, и это понятно. Но дело в том, что какие последствия пошли после этого? Стали ликвидировать базы. И те, значит, люди, которые должны были остаться и работать на немецкой территории, в принципе, они, получается, стали людьми, которые не поддерживают стратегических установок партии. То есть это как бы были изгои. И, что интересно, многие из них были репрессированы, хотя они совершенно ничего предусудительного не сделали. Здесь, если учитывать то, что как раз 37-й, 38-й год, даже 39-й, мы все деньги потратили, резерв страны потратили на противодействие Квантунской армии, которая стояла у нашего порога, на реорганизацию Красной армии на Дальнем Востоке, то нам для подготовки войны с Германией не хватило одного-двух лет. Ситуация была бы совершенно другая. Но дело в том, что Германия также знала и не дала такого шанса, чтобы мы подготовили армию достаточно сильно к этой войне. Как вы относитесь к этим некоторым модным тенденциям, в том числе в российской литературе, что, мол, партизанское движение в годы войны – это так, не очень серьезно, что там много уголовников, что ущерба немцам на самом деле нанесли мало, что немцы их особо не боялись, а в некоторых районах даже якобы партизаны дружили с немцами. Что, о чем говорят источники и о чем говорят немецкие историки? Ну, это, конечно, никогда не было, потому что мы всегда видим, что эта антипатриозеранская война, в принципе, будет от 41-го до 44-го года, когда, в принципе, уже никогда уходит Советский Союз последний немецкий солдат. То есть она никогда не прекращалась? Она никогда не прекращалась. Конечно, всегда немцы найдут новые способы, и они только в 43-й год увидят, что нельзя, сколько людей убивать, потому что это только, в принципе, их гоняют в руках партизанах. Но они не знают, что с ними это справится, потому что они, конечно, понимают, что бессместное население, партизаны не могут действовать. Поэтому возникает идея все изгнать в Германию, чтобы их там использовать на... То есть их угнать в Германию как рабочие силы. Да, что их там использовать на предыдущую работу. Но одновременно они понимали, что нельзя, потому что нужен продовольственный резерв Востока для кромления немецких населения. И поэтому мы видим, что никакой способ антипатриозеранская война не действует. В принципе, единственное, которое якобы действует успешно, это действительно тактика, это ягд Кумана, который бесплатно все расстреляет, что они видят. Но это, конечно, не миницирует партизанское движение, потому что просто слишком много людей, их нельзя все убивать. Хорошо, смотрите. Ведь в других странах тоже развивалось партизанское движение. У нас есть очень успешные примеры. Это Франция, это Греция, это Югославия. Причем в Югославии фактически... Ну, можно еще прибавить Польшу, Чехию. Хорошо, но, скажем, Югославия, это, по-моему, один из наиболее успешных примеров применения партизанской войны. Поздним вечером 24 мая 1944 года в рабочем кабинете главнокомандующего Народно-освободительной армии Югославии Иосифа Бростита на небольшую вечеринку собралось высшее руководство партизан и члены иностранных миссий. Резиденция маршала была устроена в большой пещере, расположенной в скале на высоте 70 метров возле боснийского города с труднопроизносимым по-русски названием Дрвар. В 6 утра встречу прервал рев самолетов и разрывы бомб. В небе над партизанской столицей появилось одновременно 40 юнкерсов, буксирующих планеры, в которых находились 900 эсэсовцев. Это была особая группа, добровольцы-штрафники, каждому из которых выдали фотографию Тито. За его голову было обещано прощение всех грехов и 100 тысяч немецких марок. Десантники также получили приказ расстреливать офицеров советской миссии на месте. Одновременно с налетом авиации город был атакован пехотой противника с шести направлений. Так началась воздушно-десантная операция под кодовым названием «Ход конем». Успех этой операции был для вермахта вопросом жизни и смерти. Фюрер понимал, что продвижение южного фланга Красной армии, а также победа союзников в Италии, делают Югославию основным фронтом борьбы на Балканах. В преамбуле плана, составленного по приказу Гитлера генералом Лотаром Рандуличем, отмечалось. Так как движение Тито, охватившее большой пространственный район, не представляется возможным полностью уничтожить в результате широких операций, необходимо внезапно прорваться в центральный район его господства и разгромить органы управления, включая иностранные военные миссии. Партизанское движение в Югославии было одним из самых успешных во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года коммунистическая партия призвала людей к борьбе против оккупантов и коллаборационистов. Сопротивление возглавлял Иосип Бростита. Он был лидером югославских коммунистов и стал главнокомандующим народно-освободительной армии, которая представляла из себя мощную силу. В 1942 году партизаны предприняли поход в Боснийскую Украину и освободили ряд городов от немцев. На западе нынешней Боснии и Герцеговины разворачивались самые кровопролитные бои, но немцы не смогли сломить сопротивление югославских партизан. Время для атаки на их лидера в 1944 году было выбрано не случайно. Консультант и исполнитель плана, известный диверсант Отто Скорцени, подсказал Рендуличу, что противникам можно будет застать врасплох, поскольку 24 мая Тита собирается отмечать свой день рождения. Это был шанс одним ударом накрыть не только верховный штаб партизан, но также сотрудников советской и англо-американской миссий. В горах, где располагалось верховное командование Югославской народной армии, штаб охраняли батальон пехоты, рота противовоздушной обороны и так называемый личный эскадрон Тито. Но они оказались бессильны. Укрытие в скале спасло от бомбовых ударов, и все же пещера могла простреливаться снайперами. Маршалу и его гостям удалось уйти потаенными ходами. Из воспоминаний Бростита. По пути начальник советской миссии генерал Корнеев упорно настаивал, чтобы я оставил наши оперативные части и продолжил работать в новом безопасном районе. Сначала я об этом слышать не хотел, но потом вспомнил об острове Вис, который находится на нашей территории. Маршал в сопровождении сподвижников и членов советской миссии направился к селу Куприш, где была приемлемая площадка для устройства аэродрома. 4 июня здесь приземлился советский самолет, на котором Тито был вывезен на базу в Италии, откуда перебрался на остров Вис. Уже после капитуляции Германии 15 мая 1945 года югославские партизаны разгромили остатки гитлеровских войск и коллаборационистов на своей территории. А Иосиф Бростита стал политическим лидером послевоенной Югославии. Смотрите, у нас во время войны есть два очень известных эпизода, когда партизанские акты, партизанские диверсии привели к наглядным результатам. Это убийство Гейдриха в Праге и убийство Кубе генерального комиссара в Минске. Но тут возникает вопрос, который во время войны избегали, а потом это часто в литературе обсуждается, что нацисты ввели систему заложничества. И за каждого такого чиновника убивали энное количество местных жителей. Как к этому относиться? Ну, сложный вопрос. Дело в том, что если взять гаутлейтера Белоруссии и Кубы, то необходимо отметить, что при его правлении приблизительно 400 тысяч жителей Белоруссии было уничтожено. Поэтому это своего вроде его убийства, это акт возмездия. То есть это месть? Месть. Вот о чем многие тоже спорят, думают, размышляют, что после этого акта возмездия было расстреляно 2 тысячи человек, мирных жителей. То есть взяли заложники и расстреляли. Здесь вопрос. Вопрос возникает, стоило ли убивать Кубы, если расстреляли за одну жизнь? Ну, расстреляли 2 тысячи человек. Еще неизвестно, какое количество выслали в Германию. Очень сложный вопрос. И у меня, например, на него ответа нет. Ну, один из ответов дал Нюрнбургский трибунал, где система заложенства была признана преступной. Да. Ну, до этого он был, в принципе, расстрелян. Но все, конечно, зависит, скажем так, первые, сколько заложников можно расстрелять на одну человеку. Потому что военно-браво знает такое. Но все равно это преступное. Да, 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 конечно. Если за один-один, это считалось тогда боеприемным. А уже 200-2000 человек... А то, что делали нацисты, это... Да, это уже, конечно, выходит из всяких рамках и еще раз показывает преступность этого системы. Партизанское движение много и тщательно изучали после Второй мировой войны. Практически во всех странах, да, которые воевали. И в Советском Союзе, и в США, и в Великобритании, и в Германии. Сейчас эти материалы становятся доступны. Многие из них растекречены. К какому пониманию пришли эксперты? Можно ли победить партизанское движение? Если режим жестокий, он вызывает отторжение. Обычно на действии есть противодействие. И если, значит, партизанское движение уже переступило какую-то грань возврата, то победить его практически невозможно. Опыт изучения войн показывает, что приблизительно 5-7% экономически активного населения в каждой стране активно сопротивляется. Это или партизанское движение, или подполье в городе, акты террора, диверсии. И в этом смысле побороть партизанское движение невозможно. Об этом должны помнить все, кто начинает войны. Я благодарю наших сегодняшних гостей Олега Мазохина и Матирса Уля. Спасибо, что пришли к нам на передачу. С вами была программа Власть факта. Оставайтесь на телеканале Культура. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова